Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, сегодня у нас второй выпуск за игрока в Манчестер Сити уже. Это наш четвертый сезон, и мы начинаем его с матча против Арсенала. Сегодня интересный будет матч, так как если мы обыгрываем лондонский Арсенал, мы повышаемся уж точно в таблице, так как можем на одно очко обогнать лондонцев. Вот она расстановка стерлинга, почему-то поставили в центр поля. Странно это, но поехали. Итак, восьмой тур английской премьеры лиги. Арсенал против Манчестер Сити. Манчестер Сити неубедительно начал этот сезон, хотя в прошлом сезоне они были чемпионами Англии. Сегодня будет, по крайней мере, возвращение, наверное, если Манчестер Сити выиграет Арсенал, то мы уже будем с уверенностью говорить, что Манчестер Сити набрал именно ту форму, так как они в последних матчах не проигрывают. Да, они проигрывают по ходу матча, как это было в матче против Милана Лиги Чемпионов у себя дома. Они проигрывали, но благодаря голу Рахима Стерлинга они сыграли в ничью этот матч. На последних минутах Стерлинг сравнял счет. Пелегрини мы видим также на поле у Арсенала. Ну и замечательный стадион в Лондоне. И мы начинаем. Поехали. Ну и так сейчас не выиграли мы верх. Ну точнее выиграли передачу, вот не точно головой отдали. Мален. И Мален открывает счет в этом матче. Просто никто его не стал держать. Да и Адас он почему-то не потащил этот удар. Мален. Игрок. Если я не путаю, но из какого-то он голландского клуба, точно не помню. То ли ПСВ, то ли Фейнорд. И не помню играли ли мы с ним в одно время в эридивизии. Но вот так вот он забивает. Просто ему дали время. Он левой ногой хорошо пристрелился сразу же и пробил. Варвата Эдерсона свой тоже пятый гол, как и у нас. Он забивает в этом сезоне. Ну и естественно. Они-то конечно будут забивать. Это все-таки боты. Это прям как в проэволюшн сокер. Нельзя давать сопернику забивать штрафные. И вот Пепе делает счет уже 2-0. Я просто не понимаю, почему у нас с Ане две банки из двух клау. А вот здесь вот третий штрафной. И он его просто не забил. Ну это все. Это ГГ. Пепе четвертый мяч. Дебрюйн на нас. Стерлинг, голевая нашего первая в английской премьер-лиге. Отлично, отыгрываемся. Минимально пока что, но отыгрываемся. Стерлинг бежит, наверное, к Хосе по Гвардиоле. Мы тоже к нему побежим сейчас. Ля Порте здесь, Стерлинг. Ну вот, я еще прибежал. Отлично. У нас с Дебрюйной сейчас. Вот смотрите, в стеночку прям отыграли мы. Я вообще на Дебрюйной отдавал. Ну и ладно, так залетело. Пойдет еще. Есть у нас время. Но Стерлинг просто невероятно стал доиграть. Пелегрини. Ну и Малин. Конечно, конечно. Вот так оно все и происходит. Где оборона? Алло. Что начинает вот это вот происходить? То мы шикарно начинаем сезон, то вот так вот и от Эвертона это тоже было. 2-0 мы вели. И потом нам два мяча вот так вот дуплетом залетело. Я не понимаю. Ну естественно, поражение от Арсенала. Сосчетом 3-1. Просто шикарный матч, я вам хочу сказать. 8-8 у нас оценка. Мы еще и лучшие игроки в матче, я так понимаю. Или нет? Солчик 8-9. Так же, как и у Малина. У него там дубль. У Солчика одна голевая. Так же, как и у меня. За Манчестер Сити. Но все равно, как вы увидели сейчас по оценке, я лучший игрок из Манчестер Сити в этом матче. Ну кому это надо? Так, проведем сейчас тренировку перед матчами сборной. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Ну и за вот эти 4 матча мы 2 раза победили и 2 раза проиграли. Оценка у нас 7-9 за эти 4 матча. 3 или сколько получается? 2 гола мы, значит, забили. 1 Норвичу и 1 Лестеру. Но голевую мы все-таки выполнили. Следующий у нас 4 матча. Это еще хуже. Но вот против Улверхэмптона и Солдгэмптона нам, конечно, можно отлично сыграть. Но потом уже Тоттенхэм, Ливерпуль. Поэтому здесь и минимум 2 гола от нас требует Хасеп Гвардиола. У нас матч против Швейцарии и против Польши. Против Швейцарии мы играем на выезде. В Швейцарии у нас только единственный на данный момент знакомый. Это Аканжи. Ну там по сути мы посмотрим состав Швейцарии. Может быть еще с кем-то мы и играли. Пока что вы видите расстановку. Поехали. Кстати, у Зогнина такой же рейтинг, как и у меня. Интересно. Итак, выездной матч в замечательном городе. Мы находимся в столице Швейцарии. Надеюсь, что мы все-таки в столице Швейцарии. Ну и давайте быстренько посмотрим на... Да, вот здесь вот в рейтинге игроков состав. Бюрки, Элведи, Аканжи, кстати, в составе. Шар, Джака. Нет, вот мы только с Аканжи знакомы. И все. Здесь больше таких прям игроков нету. Грани Джака, который вот в арсенале как раз играет. Или, ну, играет в реальной жизни вот уж точно. Не знаю, на данный момент в игре. Ну и все. Шар также в Нью-Кассле вроде был. Против других мы пока что и не встречались. Ну что же. Мы сейчас идем после двух матчей с максимумом. Шесть очков. Надеюсь, что попадем мы на чемпионат Европы. И замечательная сейчас была передача на Фаснача. И тот забивает. 1-0. Швейцария забивает. Это обидно, конечно. Но все-таки они дома играют. Здесь Марио Фернандеса просто навалили. Ну и Кристиан Фаснач забивает свой первый гол. Минимальное поражение от сборной Швейцарии. Наше первое поражение на квалификации к чемпионату Европы. Надеюсь, сильно нам это не повредит. 7-4 у нас оценка. Но лучше, естественно, тут у Эмбало даже. 8-0 у него. Итак, нас даже берут на матч против сборной Польши. Сейчас у Швейцарии и у Франции по 7 очков. Ну а сборная Польши 3 очка. Но сейчас мы узнаем, с кем играет там Франция и Швейцария. И будем надеяться на то, что теряют они очки. Франция играет против Уэльса в последней строчке. Но Швейцария против Словении. То есть первые три команды играют против последних трех команд. Замечательно. Итак, играем мы дома снова против сборной Польши. Это наш был международный дебют. Тут в товарищеской игре мы встречались. И тогда я забил им, кстати, именно сборная Польши. Прям такой мой соперник в сборной. Поехали. Итак, разминаемте игроки сборной России. На квалификации они два матча выиграли. Один проиграли. Сейчас находится на третьей строчке. Что на данный момент не позволяет пока что сборной России попасть на чемпионат Европы. Но, надеюсь, дома мы швейцарцев обыграем. Но сейчас у нас сборная Польши. Лев Яшин как перфоманс болельщиков сборной России. Гимн сборной прозвучал. И мы начинаем. Поехали. И все. Нулевая ничья против Польши. Еще и дома сыграли. Это точно прям потеря очков. 6-7 у нас оценка. Честно, просто тащил намертво. Швейцария тоже сыграла в ничью. Но Франция победила Уэльс. Так что мы могли обыгрывать Польшу и обходить Швейцарию. Но сейчас у нас тренировка перед матчем с Лувер-Хэмптоном. Ну что же, закончилась наша тренировка. Прокачали только оборонительные характеристики. Ну что же, перед девятым туром мы все так же находимся еще на восьмой строчке. В Лувер-Хэмптон. Сейчас посмотрим, на какой они находятся. Они находятся на пятнадцатой. Они всего лишь два раза победили. Ну и нам остается 11 очков до Ливерпуля, у которых 8 побед подряд. Мы играем дома против Уэльс. Мы как-то играли в одной команде вместе с игроком из Уэльс. Это был Диога Джотта в Наполе. Ну и вот такая вот расстановка сегодня. Поехали. Итак, замечательный снова наш стадион домашний. Этихат Стадиум. Ну и сегодня у нас матч против Уэльс. Команда интересная. Как только они появились в английской премьер-лиге, это вроде в реальной жизни сезон, либо два назад, тогда начали туда приходить много интересных футболистов, таких как Руи Патрисио, кто еще Жоа Моутинио. Так что они показали, что могут собрать хорошую команду. И мы пробиваем Бургоин. Спасает ворот. Сейчас очень хорошо у нас получилось сразу же атаковать ворота. Удар. И какой шикарный гол. Какой шикарный гол. Из-за штрафной мы выходим вперед. Наш долгожданный гол. Шестой гол в английской премьер-лиге. За Манчестер Сити. Ну просто замечательно вбросили. Получили мяч от Дебройна. И пушкой, таким еще подкрученным ударом, закрутили хорошо. Выходим вперед. Наконец-то. Здесь еще Вицель молодец. Так отошел немного. Так что от нас мяч залетает. И это шестой гол. И 1-0 в домашнем матче. Мы выходим вперед. Итак, заканчивается матч. Мы забили победный единственный гол в этом матче. Была у нас оценка 8-0, когда нас меняли. Сейчас там 7-8. Ну и мы, естественно, лучшие игроки матча. Или лучшие. Лучшие. Но это отлично. Уже радует. Итак, Лига Чемпионов. Матч против Спартака. Интересно, где будем играть сначала. Играем мы сначала в гостях на стадионе открытия арены. Что мы пока что здесь выполнили? У нас... Непонятно, почему не подписывают здесь, сколько у нас голов забитых. Именно те, которые засчитываются. Ну что же. Пока что у нас неубедительная игра в Лиге Чемпионов именно за Манчестер Сити. У нас всего лишь одна голевая за два матча. Но интересно, так же будет сыграть против Спартака. Роман Зобнин еще играет в Спартаке. Кстати, я думал, он где-нибудь в Европе там. Ну и вот она расстановка. Самый стартовый состав. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Для нас впервые на российском стадионе. В России тем более. Счетаемся мы против Спартака. Мы как воспитанники Локомотива. Интересно было бы вообще за карьеру встретиться с Локомотивом. Давайте вообще посмотрим сейчас на состав Спартака. Спартака и на команду такого плана, который вот именно в остальном мире находится. Максименко, Айртон, Жего, Пиле. В защите Маслов, Бадун, Краль, Зобнин, Гулиев, Киль и Джордан Ларсон. То есть вообще никого с Патальтюмем не покупает. Такие же игроки и остаются. Ну что же, поехали. Три ничьих подряд у Манчестер Сити. Как это вообще можно назвать? Вы сейчас увидите мою статистику. В чистых моментах вот три удара, ну шесть удара вообще, три в створ, три не в створ. Я не понимаю, что творил Максименко. Вы увидите эти моменты, я надеюсь, я их вставлю. Но я просто не понимаю, что вообще происходило. Акань же у нас лучший игрок, 7,4 у него оценка. Ну и в Лиге Чемпионов мы до сих пор вот держимся на второй строчке. Три ничьих в первом круге Лиги Чемпионов на групповом этапе. Нам еще везет, что вот Динамо, Загреб, они тут сыграли... Милан с кем они в ничью сыграл? С нами только. Остальных они вот обыграли. Вот Динамо, Загреб сыграл с Спартаком в ничью. И у них сейчас по два вот очка за этого. Мы им просто даем вот такие вот легкие очки. Если мы Милан обыграем, у нас будет 6, у них 7. И это только все, это максимум. Так что если Милан дальше будет так же выступать, то это вряд ли нам будет на руку. Итак, у нас матч против Саунгемптона. Они идут сейчас, узнаем где, на какой строчке. Идут они на 13-й строчке. У них 2 победы, 3 ничьих и 4 поражения. У нас 3 поражения. Даже у Эвертона меньше. Даже у... Ну там ниже ни у кого не меньше. А вверху... Там ни у кого... Вот даже у Арсенала ни одного поражения. Ни у одного у Вестхэма, ни у одного у Ливерпуля. У Вестхэма ни одного поражения. А нам, кстати, если я не ошибаюсь, предлагал, когда мы были в Аяксе, в Отфорд перейти к ним. Ну и сейчас вы видите. У нас разница мячей 0. 0. 10 забили, 10 пропустили. Замечательная статистика. Играем на выезде. Сыграем в черный. Гарсия, Фоден, Эрера, Сандлер, Гарсия. Вы что, серьезно? Макс еще поставили. Мы же проиграть можем. Но Вардиола так считает нужным. Поехали. Итак, стадион Сонгемтонан. Отсюда вышли такие футболисты, как Саджо Мане, Веджо Ван Дайк, вот этот самый известный, Адам Лолана, который сейчас выступает за Ливерпуль в реальной жизни. Но у нас Ван Дайк выступает за Ювентус. Когда мы играли полсезона в Турине, он туда как раз и перешел. Ну что же, поехали. Мы на ложном убираем и проходим. Уже заходим в штрафную. Ну и все-таки забили со второй попытки. Замечательно. На шестой минуте выходим и вперед. Седьмой наш мяч, если я ничего не путаю в АПЛ. Ну и два мяча у нас. Пока что у нас вот такая статистика, если я ничего не путаю. За три матча в этом месяце у нас игра против Арсенала была. Против кого еще там у нас сейчас? Предыдущая была. Не помню вот уже. Против Арсенала мы отдали голевую. В предыдущем матче мы забили гол. И в этом мы тоже забили гол. Против Уверхэмптон, да. Был у нас матч, вспомнил. Стерлинг хорошую отдает на нас передачу. Наложно мы уже прошли. И это дубль. И это дубль, наш долгожданный дубль в английской премьер-лиге. Последний раз мы дубль забивали во втором туре в ворота Сток-Сити. Так что у нас еще есть время, чтобы забить хэд-трик. И тогда будет замечательно. И можем побороться за звание лучшего игрока октября. В английской премьер-лиге. Почему бы и нет? Все-таки за три игры мы забили три мяча. И отдали одну голевую. Восьмой у нас мяч в английской премьер-лиге на данный момент. Ну и вот так вот. Эдерсон ошибается. Не дай бог сейчас он Гэмптон еще в концовке еще один нам забьет. Это просто сейчас обидно было, конечно, вот этот гол пропускать. Но Эдерсон сам виноват. Слава богу, все-таки победа на выезде со счетом 2-1. Наш дубль приносит нам победу. Оценка сохранилась 9-2. Улучшимые игроки матча. Я надеюсь, что мы станем кандидатами на игрока месяца. Сейчас у нас концовка октября. Надеюсь, нам это поможет. У нас кубок Карабау. У нас уже больше нет, да, ППЛ матча в этом? Нет, есть против Тоттенхэма. Ну вот, покажемся. Потому что против Арсенала мы отдали голевую на стерлинга. Здесь мы забили единственный гол. Здесь мы забили два мяча. Итого у нас три мяча. И голевая за три матча. И еще против Тоттенхэма главное себя хорошо показать. Но у нас матч против Эверт. С ним мы играли 2-2. У нас сложился счет. Теперь кубок Карабау. В нем-то мы вот очень хорошо себя показывали. У нас четыре мяча. Мы лучшие бомбардиры турнира. Здесь еще и Пушкаш из рейдинга. Надеюсь, он нам не помеха. Играем на выезде. Поезжаем в Ливерпуль. На стадион Будисон Парк. Ну вот, такая расстановка. Поехали. Итак, кубок Карабау у нас показывает сейчас как лучшего бомбардира турнира. Раунд четвертый. Для нас это третья игра в этом турнире. В каждом матче в кубке Карабау мы забиваем по два мяча. Эвертону я вроде как забивал в чемпионате, когда мы сыграли с ним 2-2. И забиваем все-таки головой наш 60-й гол в карьере, как нам показывают. Пятый гол у нас в кубке Карабау. Скорее всего, если Манчестер Сити выиграет этот трофей, то мы станем лучшим игроком, так как... Ну, посмотрите. Здесь, да, в защитника попали, но и замечательно перебросили вратаря. Почему-то он даже руками не стал играть. Не допрыгнул. Забиваем пятый гол на турнире. Погба, забивай. Да. Хоть и не стали мы останавливать игру, там нам не свалили возле штрафной. Сане и Погба продолжили дальше играть. И это 2-0. Снова ведь мы обыгрываем Эвертон с счетом 2-0. Не дай бог, правда, они сейчас сравняют в концовке матча. Ну и для Погба это, вроде, да, первый гол на этом турнире. Ну и все-таки забивает Эвертона, уменьшает преимущество за 10 минут до конца. Надеюсь, они не снова сравняют счет. Минимальная победа на выезде над Эвертоном в кубке Караба. Мы проходим уже, получается, в пятый раунд. И 7-9 у нас оценка. Ну, лучшим игроком становится Погба. Не мы. Погба забил гол. Голевую отдал. В этом матче никто. А, нет. Не посмотрел сюда. Сане. И все. Потому что наш гол мы сами забили без голевых. Ну, и нам тут показывают, что Ливерпуль дальше проходит. Брайтон, Фулхэм, Бирмингем, Манчестер и Челси, Лидс Рейдинг и Тоттенхэм Арсенал еще в матче. У нас матч против Тоттенхэма. Он последний в октябре. И будет, наверное, решающим. Так, там, наверное, стало известно про Кубок Карабао. Сейчас мы узнаем. Кто наш там соперник дальше? Манчестер победил Челси по пенальти. Рейдинг прошел Лидс. И Арсенал прошел Тоттенхэм. Наш соперник это Арсенал. Но, надеюсь, здесь мы вынесем и отомстим за поражение в лиге с счетом 3-1. У нас первая игра против Тоттенхэма. С Тоттенхэмом у нас, именно у русских, история заключается в том, что здесь играл Роман Павлюченко. Ну и вот такая расстановка. Опять вот зачем Макса выпускает Гарсио? Фодна-то пойдет еще. Но вот Фернандини. Это серьезный соперник. Мы не готовы. Вот надо Погбу, Дебрюйне выпускать. А не таких вот игроков. Поехали. Итак, важный матч. Сегодня у нас матч против Тоттенхэма. Он у нас домашний. Встречаемся мы против лучшего вроде как бомбардира. Здесь Гарри Кейн. Он стал лучшим игроком прошлого месяца. Мы можем стать лучшим игроком, хотя бы в кандидаты попасть, если забьем в этом матче. Потому что у нас на данный момент за три игры, три забитых мяча и одна голевая передача. Так что, мне кажется, мы в каждом матче делали результативное действие. Если в этом еще сделаем, будет вообще супер. Заканчивается матч. Ничья на Этихаде против Тоттенхэма. Обидная потеря очков. 5,7 у нас Ашоценко. Это очень обидно. Ну и вряд ли мы теперь станем лучшими игроками месяца. У нас за четыре матча три гола и одна голевая. Все. Я так понимаю, ну, кандидаты прямо сейчас или попозже будут? Попозже, наверное. Но мы подождем. Ну вот у нас матч против Спартака еще. Кандидаты на звание игрока месяца. Октябрь. Здесь, естественно, нас нету. Здесь даже Кейна нету. Два игрока из Нью-Касла. Один из Борнута, один из Челси. Кто вы? Стейси, Диаи, Артур в Челсе. И Малиновский. Не помню, как вы его зовут. Итак, ну у нас домашний матч против Спартака. Нам надо выигрывать, чтобы хотя бы хоть как-то догонять Милан. И на всякий случай отрываться от третьей строчки. Ну, потому что это будет очень тяжело. Играть против команды с первой строчки в раунде плей-офф. Ну вот он, наш состав. Сегодня он боевой. Правда, многие устали, даже я. Но мы начинаем. Поехали. Итак, домашний матч в Лиге Чемпионов против московского Спартака. Гостевой матч закончился у нас в ничью 0-0. Момент мы именно создавали. Но то Максименко тащил, то мы просто мимо били. Три раза я помню. Но сейчас мы должны все-таки уже наконец-то забивать и одерживать первую победу в этом сезоне за Манчистер Сити в Лиге Чемпионов. Спартака как будто самая лучшая оборона сейчас в мире. И, наконец-то, хотя бы с углового забиваем ворота Спартака. Наконец-то. Наш третий гол на турнире. Первый забил Пагба с моей голевой. Второй забил Стерлинг в матч против Милана. И вот третий Ля Порте. Даже уже защитник забил с углового. Быстрее, чем я в Лиге Чемпионов за Манчистер Сити. Просто какое-то вот проклятие. За Манчистер Сити не забивайте в Лиге Чемпионов. И, тем более, еще и Спартаку не мог забить. Столько моментов, столько моментов. Но ничего не удается. Ну, хотя угловой после моего удара был. Так что запишите себе там на подкорку. Так, первая наша победа, наконец-то. В четвертом туре она только совершилась. Благодаря голу Америку Ля Порте, который с углового забил головой, он и станет лучшим игроком на сцену К6-9. Тут просто невероятный сейвы их делал. Вы видели сейчас по моим два удара в створ, четыре не в створ. И то там были именно такие моменты, которые ключевые были. Ля Порте, вот лучший игрок, 8,2 у него оценка. Ну что ж, сейчас мы проведем тренировку перед матчем с Ливерпулем. Итак, закончили мы тренировку. Прокачали мы короткие пасы. И немного нам осталось, кстати, до 86-го рейтинга. Итак, давайте быстренько пробежимся по последнему месяцу на сегодняшний выпуск. У нас это ноябрь. Ливерпуль. Бормут. И Манчестер. Вот за эти три матча мы должны себя играем, тем более, с Манчестером в гостях. И с Ливерпулем на выезде. Так что это будет тяжело, конечно, в этом месяце завоевать звание игрока месяца. Но есть у нас шанс, конечно. Он очень мал. Но все-таки он есть. Ливерпуль пока что идет на первой строчке. Они сыграли один раз в ничью. 11 очков разницы у нас сейчас. 11. Ну что же, это будет тяжело, но надо пробовать. Франция и Польша у нас матчи. Как раз стартует Поль, Пагбаль, Апорте. Отправляются сборные Франции. Поляков у нас в клубе нет. Итак, играем на выезде. Против Ливерпуля. Первая строчка. Посмотрим вообще на их состав. Фикира уже сразу вижу. Ну вот она наша расстановка фода. Она, кстати, 85-я уже. Итак, важный матч нашего до сезона уже, наверное, в целом. Пока что играем против первой строчки. Это Ливерпуль. Ни разу они еще не проиграли. Вроде как 12-й тур у нас сейчас. За 11 туров они 10 матчей выиграли. И всего лишь один раз сыграли в ничью. Энфилд. Мы впервые на Энфилде, если я не ошибаюсь. Сейчас мы услышим Елнэва Волк и Лон. Тоже впервые в нашей жизни. Мы готовы. Поехали. Ой-ой-ой, это штрафной матч-хюндис. Удаляйте его уже. Он второй раз на мне фалит. Гадина такая. Санэ, пожалуйста, забей. Пожалуйста, забей. Забивает Санэ. Отлично. Шестой пропущенный мяч Ливерпуля в этом сезоне. Мы выигрываем сейчас. У Ливерпуля на выезде. Отлично. Снова на нас свалят. Но Санэ наконец-то забил. Это не мать против Арсенала вроде, да? С Арсеналом Санэ не забил. И вот болельщики стали спиной. Я не знаю зачем. И забили. И забили. Мы забили. Наконец-то Санэ забивает. Второй его гол в английской премьер-лиге. Второй со штрафного. Первый он забил в первом туре против Хадрисфилда. Но теперь-то поспокойнее. Главное нам не пропустить теперь. Минимальная победа над Ливерпулем нанесли мы им первое поражение в чемпионате. Благодаря тому, что на место свалил Хюмельс. И Санэ забил гол со штрафного. 8-0 у него оценка. Ну что же, минимум 2 гола-то мы забили. Мы забили в Уилверхэмптону. 2 забили в Сангемптону. И заметьте, мы за 4 матча никому не проиграли. Это радует. Дальше у нас Борнут. Манчестер. Именно в ноябре остались. И начинается здесь Декабрь, Женюкасл, Лестхен. Против сборной Франции нас не берут. Понятно. Но и до сих пор после даже победы над Ливерпулем у нас 8-я строчка на 3 очка. Там вот, если бы победили хоть кого-нибудь, мы можем и на 6-ю попасть. Вот если Арсенал и Ботфорд проиграют. Тогда мы их сможем догнать. Симулирован матч против сборной Франции. Нас не берут. Посчитали, что Чалов намного лучше нас. Получили. Молодцы, ребята. Теперь у нас 4 очка до Швейцарии. Просто замечательно. Против Польши? Да, конечно. С кем там Швейцария играет? Если с Францией, то это нормально. Сейчас играет сборная Швейцарии против Словении. Но потом у них все равно будет. Тем более на самый последний. Нет. Да, на самый последний тур все это придется. Если мы обыгрываем Швейцарию. Это нам сейчас главная задача. Нам обыграть Швейцарию. И обыграть, чтобы Швейцарию обыграла сборная Франции. Вот тогда все будет нормально. Мы сможем попасть на вторую строчку. Сейчас нам ни в коем случае нельзя вообще терять очки. Надо всех обыгрывать. Мы можем уж точно против Польши. Мы сыграли в ничью в последний матч. Чалова направо поставили. 83 у него рейтинг. Почему-то его взяли, а не Черышева. Поехали. Итак, выездной матч против сборной Польши. Против них мы дебютировали. Вроде против них мы больше всех мячей забили. Хотя нет. Против сборной ЮАРа мы забили больше всех. Против них мы три мяча тогда забили в одном матче. Против Польши мы, наверное, гола два забили. Если я ничего не путаю. Мы еще ни разу не забили за квалификацию. Но отдали уже две голевые в матч против Словении. После этого вот прям как отрезало. Что? Какой гол я забил сейчас? Наш первый гол на квалификации к чемпионату Европы. Какой гол? С углового. Написали нам еще красивый гол. В касании с углового. Ногой. Вы посмотрите. На. И почти в девятку я забил. Сейчас с этого ракурса посмотрим. На. Ну да, можно сказать, что летел в девятку. Но он там по касателям летел. Так что он смещался. Санислав Саламович естественно радуется за нас. И Милик. Как вот он забил сейчас. Лунев, ты вообще точно на воротах стоял? 30 минут у нас до конца. Не дай бог нас сейчас еще и заменят. Но это просто нереально. И никто его не держит. Бей на здоровье. С левой ноги в дальнюю девятку. Ты серьезно? Сколько у тебя голов? 3. Ладно. Ну и все. Благодаря чуду голу Милика. Они сравнивают счет. Ничья 1-1. Просто замечательно. Головин лучший игрок. Швейцария хотя бы проигрывает. Ну что же. А у нас тренировка. Чуть-чуть нам осталось до 86 рейтинга. Сейчас можем кстати прокачать. Ну что же. Прокачали мы подкрутку. Я думал, что это нам получится. 86 рейтинг получить, но нет. И у нас снова чемпионат. Снова у нас 8 строчка до сих пор. Прямо никто не теряет свои очки. Только мы пытаемся отбирать. У топовых и отдавать слабо мы прям как у Робин Гуды. У нас матч против Бормута. Они идут сейчас на... Потому что я далеко полетел. Вот на 11 строчке. Они рядом. Попытаемся, попытаемся. Еще и домашний матч. Вот она расстановка. Поехали. Итак, домашний матч. У нас дождливая погода в Лондоне. Манчестер-Сити в Бормут. Поехали. Не в Лондоне, а в Манчестере. В Англии, хотелось бы сказать. Получится у нас... И на тебе с ближнего угла забиваем мы ворота Бормута. Все-таки мы еще и гол забили. Получилось пробить нам Селихова. С угла, от штанги, но забили. Снова у нас этот удар. Три Велла получилось. Ну и замечательно. Наш девятый гол за сезон. И все-таки мы пропускаем на 90-й минуте от Бормута. Вот с такого тупого. Вот я даже молчал. Просто думал, ну ничего не случится уже. И нет, все-таки пропускаем. Такой отскок. Вот все. Просто отскок сейчас был. Естественно, ничья. Замечательно. Потеря очков. Нам все за того и каково вовремя вообще. 8-6 рейтинг мы, кстати, уже получили. 50 миллионов мы сейчас стоим. Матч против Динамо Загреба. Они идут на третьей строчке. У нас 6 очков. Ну, остается нам теперь вот только обыгрывать Милан. И то будет у нас отставание в 1 очко тогда. Проводим домашний матч против Динамо. Так и не можем мы пока что еще забить за Манчестер Сити в Лиге Чемпионов. Уже пятый тур сейчас будет. Мы ни одного гола не забили. Итак, пятый тур у нас Лиги Чемпионов. Домашний матч против Динамо Загреба. Сыграли мы в прошлый раз в ничью. Тогда это был первый тур. Я отдал голевую на поле Пагбу. Но потом чудо, удар какой-то Динамо Загреба. И они счет сравняли. Отдает Сане дальше мяч на нас. Мы на Сане. Бей. Есть. Голевая передача на Лероя Сане. В Лиге Чемпионов. Наша вторая уже за сезон в Лиге Чемпионов голевая. Забить-то мы еще никак не можем. Вот голевые-то раздаем. И снова против Динамо Загреб, кстати. Выцарапали здесь и мяч. Отдали здесь на Сане. И уже сказали, простите, бей. Отлично. Гол Сане. Первый в Лиге Чемпионов. Уже четвертый игрок забивает у нас в Лиге Чемпионов. Минимальная победа на Динамо Загребом. 1-0. Скорее всего, раз так по-разному в болельщике, мы выходим в плей-офф. Это уже точно. Голевую отдали. Лера Сане. Лучший игрок. Кстати, после ничьей с Бормута мы поднялись на седьмую строчку. У нас 24 очка теперь. Неплохо. Было бы 26. С Арсеналом бы сравнялись. Но мы сейчас, кстати, вообще под вопросом насчет еврокубков любых. Это будет очень тяжело сейчас нам. Играем против Манчестера. Они идут на четвертой вон строчки. 5 очков у нас с ними разница. Ну и играем против них в черной форме. Пасмурно у них на стадионе. Поехали. Итак, Манчестерское дерби у нас. Сыграли мы уже против Манчестера в самом начале нашего сезона. В матче за Суперкубок Англии. Тогда мы их обыграли с счетом 2-0. Забил Санеса штрафного, когда на нас вроде как сфалили. И забил я 2-1. Да, вспомнил 2-1. Уменьшил тогда там преимущество Марсиаль вроде. Так что сегодня мы играем на Олд Траффорде. Еще один легендарный стадион нашей копилочки. Ну что ж, поехали. Нулевая ничья в дерби Манчестеров. 0-0. Мы ничем не отметили. Сценка 5-4 еще. Ну и у нас еще матч против Арсенала в Кубке Карабао. В четвертьфинале уже. Играем мы дома. Вот она расстановка. Поехали. Итак, четвертьфинал, Кубка Карабао. Это для нас прям топовый турнир. У нас сейчас за 3 матча 5 забитых мячей. Мы лучший бомбардир, я надеюсь, до сих пор. Ну и играем сейчас против Арсенала в четвертьфинале. Может именно этот трофей мы завоюем по ходу сезона. И забивает нам Арсенал. Первым уже практически ударом в створ. После углового не диди. Ну это просто дичь. Это просто дичь. Ну что же, поражение в нашем любимом с вами Кубке Карабао от Арсенала. Дома с счетом 1-0. Ужасный матч вообще. 5-1 у нас оценка. И с 5 мячами мы так и заканчиваем этот турнир на стадии четвертьфинала. Ну что же, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok